Ну вот, ребята, Слава Боцман купил дом с колоннами. Дом с колоннами, емко. Здорово, Слава. Во сколько дом обошелся тебе, Лямов? 20. 20? Отопление есть или углем топишь? Нет, тут граждан. Раньше, говорят, здесь купец жил. Может быть. Надо в подвале бы пошукать, может там какие клады. Ну ладно, мы вообще собрались идти искать еврейское кладбище. И поэтому... Там от него осталось песочек. Ну ладно, позырим, что там. О, Слав, твоя собака вышла. Ты на ухо какую-то бирку приклеил. Стерилизовал, что ли. Ладно, пойдем. Дом хорош. Слава, где яблоки? Не знаю, нету, нету вообще. Здесь же много было. Пустые деревья какие-то стоят. Кто яблоки-то наши все покрал? Хотели яблочко сорвать. А тут болтеры, а не яблочки. Яблочный болт. Вон висит одно. Одно яблоко. Слава, как нам его достать? Да, ну его. Ну как это ну его? Мы что, без яблок, что ли, придем домой? Вот одно висит. Глаз радует. Славик, ну ладно, пока будем идти. Расскажи о своих достижениях. Что у тебя произошло? Где? Ну вообще, вот за прошедшее лето. В Белоруссии. Ну сновисть ты куда-то бежишь? Что, нормально. Ну как, ну а что тебе больше всего понравилось? Вы в какие города-то хоть ездили? Мы в Витебске были и Бешенковичи. Бешенковичи? А в Бешенковичах бешеные живут. Почему такое название? Ну не знаю. Такое вот они. Там пьяница. Пьяница, да? Ну да. Не, ну у меня там кто-то из вас говорил, что там какой-то офигительный любитель плодово-ягодных вин проживает. Да, да. Бешен, одноклассник. Любитель плодово-ягодных вин. Он водку не пьет. И виноградный вин тоже. Он предпочитает только плодовые. Плодовые, да? Там 10-13. И по чем же там плодово-ягодные вины? Литровая бутылка рублей на наши деньги. 120-150 рублей. Ты хотел бы жить в Витебске? В Витебске. Ну или вообще в Белоруссии? Ну, да нормально там люди живут. Слайк, ты видал какая-то аллейка? Очень красивая. Прям как в Англии. Здесь хоббиты живут. В этом. Сказка лутовиного такая. Да, вот ты тоже сейчас как хоббит маленький. Если вот так вот снимать тебе. Сказка лутовиного такая. Да? Аллейки. Здесь граф Дракула должен на карете ехать. И слегка поострелив. Агига? Агига тут должен. Да, Агига должен. У него же позывной такой. Позывной Дракула. Слышишь? Деревья поют. А как найти нам это дерево, которое поет? Орловские чудеса, поющие деревья. Прикинь, как на дудочке как будто, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что-то, Слава, грибы Роганова нашел? Огромный какой-то. О, ни хрена себе. И вот тоже гриб Роганова. Сколько таких, Слав? 30 надо съесть? Да, таких 30. 30, да? Бросишь пить и жить хочется. Ребят, запоминайте лайфхак. Что там, Слав, надо делать? Высушить. Примолоть их там. 30 штук? 30. И что? И заваривать в термосе. Ага. И потом пить. И бросаешь пить, да? Бухать бросаешь, да? Или похмелья не бывает? Не бывает, да? Блин, гриб Роганова очень полезен, блин. Лично я одну лишь пользу знаю от этих славных грибов. Вот берешь его, берешь вот его, короче, комары одолевают. В кастер его кинешь, он начинает талеть. Ни одного комара нет. Вот это я точно испытывал. Территория ФГБНУ, ВНИИСПК. Обработана ядами и химикатами. Ну и как это понимать? Что это такое? Вот это? Это Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур. А вот первое что? А вот это я не знаю. ФГБНУ. Как правильно? ФГБНУ или ФГБНУ? Или ФГБНУ? В ГБНУ. Да, боец от яда химикатов. Сдох. Осторожно. 18 плюс. Что там, слав? Контент видео. Шок-контент. Шок-контент. Это не яблоко. Это дыня. Слышь? Славик, это дыня. Глянь, это свою голову прям. Яблоки какие-то гигантские. Еблоко было. Антонов. Да. Что-то на деревьях ничего нету. А все под деревьями. Блин, если Антоновка, что она попадала-то вся? Ну еще рано ей. Рано? Чего рано? Ну она... Слава Боссман говорит, что вот эта дорога верная. Ну да, наверное. Хотя... Я тут сто лет... Лично я к этому коллектору не приходил. Не торгал. Вот, блядь. Я здесь... Да я был здесь давно со ступой. И я был давно. И в начале 90-х. Куда-то ведет тропинка. Ну, блин, тут бурелом вообще трубейный. Как туда спускаться нахрен? Ну вот оно первое еврейское какое-то надгробие. Вот оно лежит. И вон там, смотри. Первое могило. Довольно. Да, это, глянь, слышь. Это вот они, короче, бульдозерами сгребали все. И там в итоге наверху построили стоянку на костях. О, смотри, какая труба. Труба. Труба конкретно. Мрабы трубы. Какая-то труба и что-то с той трубы должно литься. Что слава с этой трубы может литься? А я не знаю, она движ там кусок. Ля, кто-то отвалил, разломал трубу. Ля, а где эти товарищи металлисты? Почему трубу не режут и не сдают на металлы? Ля, гриб Роганова. Вот, здоровый. Сколько слав таких надо? 30. 30 для продолжительного эффекта. Ля, слышь, а труба-то серьезная. Ля, вон там какая-то вода, слышь. Где, где? Ну-ка, сунь туда палочку, она глубокая. Да не надо. Колодец. Ох, ёптвою. Нет, нет. Есть, да? Ну, там просто, наверное, забитый. Нет, наверное. Под трубой нора. Там, может, кто живет. Слав, а там вон какая-то ваза старинная лежит. Вон, керамическая, посмотри, муж, дорогая. Вон она, видишь. Не бойся, с могилы, нахер. Да с каких могил? С еврейских. Хорош, ты. Я тебя, я тебя. И что теперь? Не нужно. Старый раввин придет, тебе накажут. Душить будет. Душить будет? Да. Ну вот, Слава, это и есть наш супер коллектор. Да, добрались мы до него. Блядь, это трындец. Представляете, какой лес в джунгле. Да тут оврах хрен. Ну вот такой, этаж и десять. Пивные кеги валяются. Говорят, они хорошо взрываются. Можно попробовать рвануть. С остатками пива. Слав, пива не будешь? Нет. 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 В него реально можно идти, Слав. Нет, можно. Я говорю, судя по этим, кто тут бывал, говорит, километр пройти можно. Да? Хорошо. Вот сюда у нас будет следующая экспедиция. В тот коллектор мы залезли, он там не проходной. Ну, здесь вот, наверное, можно, да? Ну, здесь тоже не до конца. Видно, кто-то уже лазил, да, он камушки специально подставил, чтобы залазить. Туннель серьезный. Водопадики. Для водопада такой прикольный. Не хочешь, Слав, там под водопадиком полежать? Нет. Глянь, а самое прикольное, что с этой стороны туннель и стойка. Здесь короткий, а вот тут, куда-то, куда-то, где дальний. Жесть, как она есть. И не глубоко. Может, прям пойдем, там полуку вроде сухо, а много дойдем, интересно. Да нет, вон, да, тут, где, куча, куча, куча. Класс. Ну, да, и надо фонари помощнее брать. И, глянь, ты такой маленький, а репи вообще, глянь. Трехметровый. Возможно, здесь вот и живет какой-нибудь Кинг-Конг. Ты смотрел фильм «Аллигатор»? Ну, где в канализации есть. Да, вот здесь не может жить «Аллигатор»? Или опять «Агыга»? Здесь «Аллига» тоже. Точно, да? Он везде. Короче, тему мы знаем, готовимся и пойдем, короче, туда. Кеша, будем брать? Конечно, будем, он смешной. Вот так-то, пацаны. Все-таки мы нашли, где этот коллектор. Хоть было очень тяжело туда-сюда лезть, но все-таки он есть. Он есть, и из него и вытекает, и втекает. Ну, вот, пацаны, в принципе, мы отмахали километра полтора, наверное. И вот это вот выход из того коллектора. И он впадает в Аку. А сейчас мы со Славой Босманом находимся на полуострове Церападлуса. Церападлуса. Да. Вот, Слава, расскажите, что такое Церападлус. Как он, его сколько надо съесть, чтобы он ставил конкретно? Что он ставил? От него на тот цвет мы возьмем. Да? Если дозу не рассчитать, Церападлуса, то можно отъехать, да? Можно, конечно. Ну, это только шаманы используют. Ну, шаманы, да, у них дозировки какие-то знают. Так что, парни, знайте, Церападлус есть нельзя. А то обожретесь и станете Церападлусами, пойдете жить в коллектора. И будете там выть на луну, выходить по ночам. Кака рыжа. Да. И вот это вот в простонародье полуостров Церападлуса. Ну, а вот здесь с острова Церападлуса открывается прекраснейший вид на реку Ака. Рыбаков нынче сегодня не видать. Обучий день. Да. И никого здесь нету. Да и рыбы здесь нету. Да нет, наверное, уж и нет. И денек сегодня солнечный осенний денек. Открой, парни, вам один секрет. Слава все-таки рискнул и принял Церападлуса. Он знает, сколько ягодок надо съесть Церападлуса. И вот сейчас Слава опишет нам свои ощущения. Да никаких. Вот, видишь, уже лоб у тебя зачесался что-то. Бывает. Бывает. Ну, Слав, какие вкусовые ощущения. Отлично. Отлично, да? Да. Как будто поел каких-то спелых фруктов, наверное, заграничных. Да. Церападлус. Церападлус. Слава, а ты в детстве не хотел стать путешественником каким-нибудь? Не знаю. Твоя какая любимая была детская книжка про путешествия? Детик, капитан Гранд, читал. А из русских, из отечественных? Я не знаю. Не помню. Незнайка на Луне? Не смотрю, не читал. Не читал, да. Я не знаю, как особо вообще не читал почему-то. Не знаю, почему, но не читал. А есть еще Незнайка в Солнечном городе? Есть. Там мультик вообще убогий. Там про ишаков. Да, ослы эти. Ослы? Сука, какой же он противный этот мультик. Все тащатся почему-то, а мне это такое противное. Ну да, мы за ослов, из-за этих. Там был Пегасик, Бракунчик и Калигула. Три осла там лютых ходили в клешах каких-то. Да, да. И притча у них как иракезы были. Я такие мультики не смотрел. Мне не нравится. И в жизни так бывает, что царападлус накрывает. Ладно, все это смех смехом. Никакие, конечно, это не царападлусы. А так, просто сегодня хороший день. Отлично вообще, царападлус. И у нас хорошее настроение. У нас сегодня какие достижения. Мы нашли все-таки вход коллектор. Ой, да. К нему трудно пробираться, но мы все-таки его нашли. Лабина какая, да? Ну да. Этажей 10, наверное, точно есть бы. Наверное, да. Лезть туда вниз самое. Но это еще не конец оврага. Там еще ниже есть. Что-то есть. Может быть, как? И мы еще должны с тобой будем в том саду на плодовке все-таки спуститься в эту яму. А он где, который там это, глубоко-глубоко овраг там какой-то. Где скелеты зайцев висели? Там стопудово что-то должно быть на дне. Может быть, даже кусок метеорита. Ну ладно, Слав, давай прощаться. Да, ну все. Что все? Цели мы своей достигли. Да. Вот. Теперь у нас путь домой. Путь домой у нас не близкий. Да. Только как? Там, наверное, мы не пройдем. Придется обходить все. Там на плотине злой охранник нас не пустит. Запрещает нам пройти. Да. Придется обходить. Ой, козел. Придется обходить. Продолжение следует...